МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники мидингов памяти погибшего Артема Карлышева заявляют об угрозах в свой адрес. 35 лет первому гидроагрегату. Крупнейшая в России ГЭС отмечает знаковый юбилей. Двух сирийцев, которые занимались ловлей краснокнижных соколов-балабанов, задержали сотрудники Комитета по охране животного мира недалеко от Пригорска. Впервые преступники пойманы прямо на месте преступления. В лесу они прятали пять уже отловленных птиц и при себе имели всевозможные приспособления для охоты. Сотрудники Комитета передали преступников в дежурную часть Устебаканского района и сегодня задержанных отпустили. На каком основании, выясняли наши корреспонденты. А здесь сумки что? Сладкие. Просто продукты, да? Сладкие, да, кушать. Сами кушаете, да? Ну да. А возьмите? Нет. В том, что появление на месте преступления российских защитников правопорядка, это ничего страшного. Сирийцы, похоже, уверены. Ни попыток убежать, ни отговорок, ни сопротивления. Дружелюбно и с энтузиазмом преступники рассказывают о том, как ловят краснокнижных птиц в России. Всевозможные силки уже чуть ли не побричного производства. Дело поставлено на поток, и скрывать тут, похоже, нечего. Один из задержанных, Мухаммед, гражданин России, уроженец Сирии, прописан в Санкт-Петербурге. Его работа – возить на охоту всех желающих бывших соотечественников. Непосредственной ловлей в этот раз здесь занимался второй сирийц. Его добыча – пять соколов-балабанов. На черном рынке по 30 тысяч долларов каждый. Постоянно востребованный товар. Сирийцы рассказали, на этом месте, прямо возле трассы, на Красноярск, за деревьями прячут птиц уже месяц. Те, с которыми задержались сегодня, сидят неделю. Орнитологи говорят, в дикую природу их больше выпускать нельзя, не адаптируются. Соколов отправили в Абаканский зоопарк. Чтобы перевезти, связать такую сильную птицу трудно. Сирийцы демонстрируют чудеса уже, по-видимому, богатого профмастерства. Я думаю, что в наших силах это все предотвратить. С обженой мы сейчас нормально техникой, горючим и прочим, личным составом также. В ближайшее время мы эту всю тему их, по крайней мере, по Хакасии закроем однозначно. То ли у хаканских силовиков снабжение хуже, то ли дело в чем-то другом. Да вот только комитет по охране окружающей среды регулярно задерживает браконьеров. Однако ни одного дела до суда не дошло. В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Усть-Абаканскому району проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты. О похожем случае мы рассказывали. В августе организатора группы браконьеров выпустили под залог. 5 миллионов рублей за свободу своего подданного заплатило посольство Арабских Эмиратов. Сейчас он в международном розыске почему-то не пришел отметиться. К слову, по нашей информации, все то время, пока в Хакасии идет расследование по прошлому делу, сотрудники посольства Арабских Эмиратов в республике бывают еженедельно. По-видимому, по каким-то своим делам. Елена Крылова, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Нетрезвый житель села Весенний устроил накануне масштабную аварию в центре Абакана. Все случилось на перекрестке улиц Советская-Некрасова. На кадрах камеры наблюдения видно, белая восьмерка, не тормозя, выезжает на запрещающий сигнал светофора и цепляет серую Тойоту. От этого ладу заносит, по пути она сбивает светофор и переворачивается. По счастливой случайности на перекрестке не было пешеходов. В результате два пассажира восьмерки получили ушибы и порезы. Также помощь медиков потребовалась пассажирке Тойоты. Водитель автомобиля ВАЗа С-108 находился с признаками алкогольного опьянения и от проходения судебной медицинской экспертизы отказался. За данное правонарушение на водителя был составлен административный материал за отказ от прохождения мета-свидетельствования. За данное правонарушение на водителя будет наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. А также по решению суда он будет лишен водительского удостоверения сроком на полтора года. Отметим только за минувшее воскресенье автоинспекторы Хакасии задержали 18 нетрезвых водителей. А чтобы полностью восстановить движение на Некрасово, дорожникам потребовалось несколько часов. Поврежденный светофор и знак виновнику аварии, вероятнее всего, придется восстанавливать за свой счет. Угрозы расправы посыпались после очередного судебного заседания в адрес активистов, добивающихся законного расследования и правосудия по делу Артема Карлышева. Им советуют умерить пыл в борьбе за справедливость. Причем делают это через несовершеннолетнюю дочь одного из активистов. Алексей Гончаренко подробнее. Поставить в курс дело полицейских, спешат Татьяна Клюева и Анастасия Логачева. Возможно, заявление в дежурную часть поможет остановить тех, кто угрожает им расправой за то, что они добиваются объективного расследования и справедливого приговора в деле об убийстве Артема Карлышева. Говорят, что их присутствие в суде кому-то очень нежелательно. После того, как мы сходили в суд, вечером начались угрозы. Начали угрожать, что закопают нас вместе с Артемом, около Артема. Женщины рассказывают, что угрожают им в письменной форме через интернет. Причем подействовать на них пытаются через несовершеннолетнюю дочь одной из активисток, на страницу которой и шлют угрозы. И, видимо, для пущей острастки почти наполовину нецензурная брань. Если ты и твои подружки будут топить свой ебаник куда не следует, вам куда? Я увезу на вас на подсине и закопаю рядом с вашим Карлышем. Я вас предупреждаю. Письма анонимные, но, судя по всему, их шлют одни и те же люди. Те же самые, говорят женщины, что причастны к убийству Артема Карлышева в конце мая этого года. Надеются, что по IP-адресу полицейские выйдут на истинных авторов этих строк. Это люди, которые избивали Артема и Морозова. Есть компетентные органы, которые выясняют, есть аппаратура, которая определенно выяснит адрес этого человека. Активисты за справедливое расследование по-прежнему не сомневаются, что за фигурантами дела стоят высокопоставленные родственники. И именно поэтому следствие с самого начала идет в пользу предполагаемых убийц. В конце мая возле киноцентра «Наутилус» были избиты двое парней, один из которых скончался. Следователи заявили, что якобы от сердечного приступа для дополнительной экспертизы тело пришлось эксгумировать. Результатов пока нет. Идет суд по факту избиения оставшегося в живых. На последнем заседании он не появился. Активисты, несмотря на угрозу отступаться от преследуемой цели, то есть полного правосудия, не намерены. Алексей Гончаренко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Выборы в Хакасии позади. Сегодня депутатам Верховного Совета Республики 6-го созыва, а также Абаканского горсовета вручили удостоверение об избрании. Документ временный позже будет заменен на удостоверение депутата. В Абаканском совете 5-го созыва кресла должны занять 29 парламентариев. Но пока одно будет вакантным. Вячеслав Лопаух, избранный одновременно депутатом городского и Верховного Советов, выбрал республиканский парламент. В полном составе городской депутатский корпус начнет работать только через год. 8 сентября 2014 года в единый день голосования будет избран 29-й депутат. Получили удостоверение об избрании сегодня и 8 депутатов Верховного Совета, выдвигавшиеся в Абакане по одномандатным округам. Торжественная церемония также проходила и в здании правительства. Здесь удостоверение обручали Владимиру Штыгашеву. Сделал это председатель Тир-избиркома Таштыбского района. Напомним, на выборах 8 сентября действующий председатель республиканского парламента Владимир Штыгашев набрал 51,83% голосов избирателей по одномандатному округу. Добавим также, что депутатский корпус Верховного Совета 6-го созыва порядком сократился. В составе только 50 парламентариев. По сути, все фракции у нас обновились. Две фракции у нас не прошло из старого состава Патриота России и Справедливая Россия. Но прошла новая фракция Коммунисты России. Два депутата избраны. Профессиональная подготовка, общая образовательная подготовка депутатов, которые стали у нас, она как раз будет способствовать улучшению в целом деятельности комитетов Комиссии Верховного Совета и в целом законодательной деятельности Верховного Совета. Избранный глава региона Виктор Зимин вступит в должность и принесет присягу уже в среду. Инаугурация состоится 18 сентября. Трансляция мероприятия будет идти в прямом эфире на канале «Россия-1». Начало в 14 часов 30 минут. Церемония будет транслироваться и на большие экраны, установленные на Первомайской площади. Здесь же в 4 часа дня начнется концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Мероприятие станет первым в реализации соглашения о культурном сотрудничестве между Управлением культуры Минобороны страны и Министерством культуры Хакасии. Крупнейшая гидростанция страны Саяна-Шушенская ГЭС отмечает юбилей 35 лет со дня запуска первого гидроагрегата. Громадный проект, возводимый всем союзом, был воплощен за три года. Далее один за одним были запущены остальные девять агрегатов. В Черемушках по случаю праздничной даты чествовали ветеранов стройки. Репортаж Константина Кравцова и Сергей Казмина. Кажется, что даже дождливая погода подыгрывает гидроэнергетикам. Ведь вода и Саяна-Шушенская ГЭС – вещи неделимые. Для Черемушек это особенная дата. 35 лет назад буквально весь поселок возводил станцию. Стройка, словно гигантский муравейник, не прекращалась ни на минуту. Но лишь спустя 10 лет, в 78-м году, был дан старт первому агрегату. Конечно, история первого агрегата, она уникальная. Потому что в 79-м он затопился. В 11-м он по новой еще раз восстановился. Но самое главное, что мы пустили агрегат с той плотины, которая она есть. И в то время, уже на низших опорах, мы начали вырабатывать электроэнергию. В честь 35-летия запуска в поселке праздник. И главные его герои, как и положено, ветераны стройки. Многие вспоминают, в союзные времена все шло на выполнение плана. И порой, чтобы уложиться в сроки, работали по 16 часов в суд. Сейчас молодежи, вроде так сказать, некуда делать. А тогда только желание было, и, пожалуйста, приезжали на эти стройки, на великие. Всех встречали. Работу, работу, значит, всем она была. Общежитие. Собственно говоря, молодежи ехала. Среди прочих артистов на празднике был коллектив. У энергетиков по праву может считаться корпоративным. ВИА-эксперимент во времена строительства станции поднимал дух союзной молодежи. В боксе, в Велазе, нам набивалось народу до 2000. Ну, просто по нашим меркам это очень много. Вот. Было очень весело. Ну, и каждый вечер, каждый вечер, каждый вечер мы, молодежь, собирались. Потом были со всех республик, со всех республик Советского Союза. Украшением дня стал и концерт народной артистки Людмилы Сенчиной. Именно она 35 лет назад выступала на пуске агрегата. К слову, празднование юбилейной даты сегодня совпало с Днем поселка. Видимо, случай еще раз подчеркнул. Черемушки и СШГС. Единый союз. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия. Прогулка после школы для двоих подростков растянулась более чем на сутки. Отыскать детей удалось полицейским Абакана. Как выяснилось, в минуту шутятки, в полицию обратилась мама ленингрего мальчика. Она рассказала, что еще в 4-й минуту сын ушел в школу и до сих пор не вернулся. Отыскать ребенка удалось на рынке. Причем был он не один, а с одноклассником. При этом второго подростка, как выяснилось, вообще никто не искал. Дети рассказали, что ночевали в подъезде. В рюкзаке одного из мальчиков были найдены два газовых баллончика для портативных нагревательных приборов. Дети пояснили, что поджигали газ. Полицейские также вызвали для допроса родителей подростков, но они отказали в проведении обследования детей на состояние токсического опьянения. Учитывая то, что мама пропавшего ребенка обратилась в полицию только на следующие сутки, а родители второго мальчика и вовсе не подавали заявление о его пропаже, с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних были составлены в отношении граждан административные материалы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Это не исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. А на выходных полицейские провели рейд по дачным массивам. Совместно с участковыми сотрудниками уголовного розыска ППС проверили заброшенные участки, почти 160 наделов, а также более сотни адресов, где регулярно собираются лица без определенного места жительства. 16 человек доставили в отдел для установления личности. Помимо рейдов, полицейские регулярно проводят профилактические беседы с дачниками, проверяют пункты приемов овощей и фруктов с целью предотвращения краж. Добавим, за лето по результатам работы дачной полиции возбуждено 9 уголовных дел в отношении лиц, хранящих наркотические средства. В минувшее воскресенье в Абакане украли сейф, в котором находилось 735 тысяч рублей. Ящик размером 20 на 30 сантиметров, похищен из офиса по улице Складской. По всей видимости, вор проник в помещение через окно, которое забыли закрыть. Кроме этого, накануне в помещении произошла поломка системы видеонаблюдения. И видеозаписи, которая могла бы существенно помочь в раскрытии преступления, нет. Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В конно-спортивном клубе «Золотая подкова» прошло занятие ипотерапии для больных рассеянным склерозом. Всего второе за год. Тогда как лечебная верховая езда нужна как минимум дважды в неделю. У общества больных данным недугом нет на это денег. О занятиях, каждый из которых как праздник, наш следующий материал. Если не знать, что здесь сегодня проходит занятие для инвалидов, со стороны не скажешь, что что-то не так. С виду эти наездники от обычных ничем не отличаются. Разве что эмоций больше, да и цели совсем другие. Действительно, как говорят, что лечение получаешь от того, что катаешься на лошади, я считаю, что да, действительно, какое-то взаимоотношение между животным и между человеком. Я чувствую, не знаю, какую-то энергию, наверное, какую-то лёгкость. Рассеянный склероз – болезнь, которая постепенно делает тело недееспособным. Поэтому верховая езда для больных – настоящее спасение. С помощью ипотерапии ход болезни замедляется. Ипотерапия – это не развлечение. Это укрепляет мышцы спины, это укрепляет мышцы тазоводна, это укрепляет мышцы ног, это помогает, учит координацию движений. И мы, когда сюда приезжаем, мы не вспоминаем про болезни вообще. То есть мы даже не называемся больные, не больные, такого даже вот близко нет. Мы просто товарищи по обществу. Для занятий в конно-спортивном клубе тщательно отбирают лошадей. Причём они не обязательно должны быть спокойными. Экспрессивные, даже лучше, больше эмоций. Я получаю удовлетворение от того, что вижу результат сразу. Практически сразу видны результаты. Можно так сказать, у всех ипотерапевтов, инсульторов по ипотерапии – это самый главный стимул в работе. Во-первых, психоэмоциональный. То есть, как правило, дети и взрослые после первой же поездки испытывают большое удовольствие. Чтобы верховая езда принесла пользу, ею нужно заниматься два-три раза в неделю. Сегодня же это занятие всего второе за год. Прокатиться верхом один раз – 600 рублей. Для инвалидов – большая сумма. Поэтому большие надежды общество связывает с будущим. Общество подало заявку на грант в Министерстве труда Хакасии. Люди верят, что на них обратят внимание. Наталья Громашова, Елена Крылова, Антон Вожилов, Вести Хакасия. Республиканский праздник урожая пройдет на ипподроме в конце сентября. Сегодня полным ходом идет подготовка к масштабному мероприятию. Уртунтой проводится каждый год. Цель праздника – возрождение и сохранение народных обычаев и традиций. К мероприятию приурочат и осеннюю сельскохозяйственную ярмарку. История праздника уходит далеко, вглубь веков. Осенью, после жатвы, коренной населения республики готовила из молодого зерна традиционных минной напиток. К этому часу у меня все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте. Вести.физхакасия.рф. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.